всем привет меня зовут анна кафырина вы на моем канале youtube мой канал о том как я пытаюсь качественно улучшить свою жизнь какие методы для этого использую поэтому если у вас такие же мысли вы тоже хотите качественно улучшить свою жизнь используйте старайтесь по крайней мере использовать все современные методы которые советуют современном обществе это там и спорт и целеполагания и чтение разных полезных книжек стремление к минимализму правильный шоппинг и так далее и тому подобное обо всем этом я рассказываю своем канале поэтому если вам интересно продолжайте смотреть и сегодня я хочу поделиться с вами теми книгами которые я прочитала точнее прослушала в 2021 году январь уже на подходе у меня образовалось 9 книжек которыми я хочу поделиться сразу предупрежу что я не такой адов чтец как может показаться сразу просто некоторые книжки я слушала параллельно слушала очень долго и вот за январь февраль я их умудрилась закончить и вот ими делюсь итак первая книга это книга король говорит которая написана наверное в параллели с автобиографичным фильмом с колином фертом я обошел фанат колина ферта и одним из первых посмотрела вот этот фильм когда он вышел и могу сказать что фильм конечно потрясающий он очень круто рассказывает о том как король как человек находящийся на таком очень большом уровне власти понимает что ему нужно говорить а у него с детства проблема заикания и как он с этим борется и собственно в книге повествование идет о том же и книга написана от лица если я не ошибаюсь внука логопеда и рассказывает о достаточно более обширном куске даже можно сказать практически о целом куске жизни лаэна ла лога который собственно и был логопедом короля и о том как они взаимодействовали всю жизнь но на мой взгляд майкл лог который написал эту книгу слишком превозносит своего скажем так деда и слишком гордится тем что он вот таким образом помог королю и практически на каждой странице книги я слышу и читаю о том что вот король там прекрасно произнес речь как это было круто как его все поздравляли ну на мой взгляд этого очень много понятно что человек который заикается и который круто произносит речь после долгих там повторений подготовки и так далее если он произносит ее хорошо и достойно это круто но упоминать об этом на каждой странице книги я считаю излишне что могу сказать рекомендую или нет если интересно именно история короля поподробнее узнать про это да конечно читайте если хотите в целом в чертах узнать отца нынешний нынешний правящий елизаветы второй то на мой взгляд фильма вполне достаточно следующая книжка умница красавица богачка татьяны конкины я давно подписана татьяну и вообще мне нравится ее творчество ее канал на youtube и мне кажется что она женщина на которую в целом можно ориентироваться и чьих советов можно скажем так и чем советом можно следовать поэтому я решила почитать ее книжку книжка конечно замечательная написана женщиной успешной и для женщин которые хотят стать успешными там очень много советов практически по каждой сфере жизни и там и моды и стиле и финансы и брак все вот про эту книгу я сняла отдельное видео поделюсь им в описании поэтому если заинтересуетесь в описании и смотрите книжка супер следующая книжка которая мне попалась это книга экхарта толи под названием единство со всей жизнью экхарт толи очень известный ныне скажем так духовный наставник духовный учитель его цитируют множество блогеров по крайней мере которых я смотрю читаю слушаю и вот я тоже решила добраться до его книги это вторая книга по моему которая у него прям так бабахнула первое было новая земля по моему называется я ее честно не читала так вот единство своей жизнью в ней этот известный экхарт толи рассказывает о том как скажем так качественно улучшить свою жизнь избежать многих проблем ошибок и так далее через совладание со своим эго тема эго сейчас очень становится популярной и если в ней немножечко разобраться то ты начинаешь понимать почему все так происходит и собственно почему люди которые как-то странно на твой на мой взгляд себя ведут как-то нелогично почему они так себя ведут это легко объясняется через эго и собственно почему они совершают эти эгоистичные поступки в каких целях и можно предположительно предсказать что у них впоследствии с этим получится поэтому ну если вы не читали экхарта толи то рекомендую к прочтению книжка недолгая буквально там я ее прослушала за день по дороге туда по дороге обратно может быть за 2 вот и кратенько так поймете о чем вообще экхарт толи пишет рассказывает о чем книга про эго и поймете надо оно или нет вам чтобы там в будущем как-то более подробно этот момент изучить следующая лекция которую я прослушала это именно лекция в аудио формате записанная с живой лекции андрея курпатова называется она информационная псевдо дебильность вызова времени это небольшая лекция андрея курпатова о том как нам живется и выживается в новоизменившейся информационной эре и как хрупкий мозг человека на всю эту информационную эру влияет он рассказывает о том как некоторые болезни например инсульт полностью меняют мозг человека как человек становится просто в одну секунду из взрослого осознанного понимающего индивида становится просто ну скажем мягко дауном или ребенком вот как гаджеты какие-то влияют на нашу жизнь и какие риски вообще мы можем понести если будем просто плыть по течению и останемся обществом употребления и о том какие выгоды мы можем для себя извлечь из этой новой информационной эры так вот лекцию рекомендую она тоже не длинная поэтому велкам очень интересно послушать и как-то немножко перезагрузиться насчет современных гаджетов и всяческих таких девайсик еще одна книжка про эго называется она эго это враг автора района holiday по сравнению с экхартом толи который также пишет про эго эта книжка гораздо более обширная гораздо более толстая информационно наполненная и она гораздо более понятная и структурно рассказывает про то самое эго и как оно влияет на нашу жизнь плюс район holiday приводит примеры разных исторических известных личностей которые тем или иным образом поступили и как в эту скажем так в их поведение как на их поведение повлияло эго и очень интересно изучать с другой стороны с другой точки зрения немножечко посмотреть на вот эти все исторические события и примерно прикинуть как оно могло бы быть если этот человек немножечко скажем так или множечко поработал со своим эго в общем мне книжка очень понравилась мне она зашла гораздо больше чем экхарт толи поэтому района holiday прямо рекомендую потому что эго сильно влияет на наши жизни и ну мы не например моё эго во время прочтения этой книжки на скажем так тоже говорила что но прочитав эту книжку я поняла что нужно немножко поутихнуть накал страстей внутри себя успокоить и собственно я поработал со своим эго и сделал определенные выводы и определенные действия своей жизни которые наилучшим образом в сложившихся на тот момент условиях повлияли на ситуацию поэтому рекомендую к прочтению всем кто чувствует что нужно что-то менять жизни но не хватает какого-то пинка скажем так вот эта книжка для меня стала тем самым нужным пинком еще одна книжка роберта кайосаки и дональда трампа под названием почему мы хотим чтобы вы были богаты эту книжку скажу честно я читала вернее даже слушала около полгода потому что мне было прям сложно но я очень хотела дослушать ее до конца и собственно поэтому я ее не бросила роберт кайосаки написавший квадран денежного потока богатый папа бедный папа и дональд трамп вот предпоследний президент сша собственно этих двух людей я очень уважаю биографию дональда трампа я даже специально изучала я потому что фанат в некой степени этого персонажа роберта кайосаки я тоже прочитала пытаясь как-то прокачать свою финансовую грамотность но с этой книжкой мне что-то прямо долго не шло мне и диктор не понравился и в целом оба персонажа рассказывают о каких-то вещах о которых они уже сто раз рассказывали в своих интервью и в своих предыдущих каких-то трудах поэтому если вы читали богатый папа бедный папа поняли о чем вообще речь то ну не обязательно можете пропустить эту книжку потому что как всегда суть в том что они хотят чтобы все были богаты потому что это качественно улучшить жизни всех и богатые станут еще богаче вот а что для этого делать это как всегда пахать засунуть свое эго подальше и собственно ежедневно работать в сторону в направлении своих скажем так целей если не читали ничего по этой теме то велкам можете наверное даже лучше почитать просто потому что ну слушать на мой взгляд вернее на мой вкус мне не понравились дикторы которые озвучивали поэтому если решитесь слушать то сначала послушайте фрагмент на предмет того зайдет вам или нет еще хочу поделиться двумя книжками которые у меня сейчас в процессе прослушивания это первая книжка эмили на госке называется выгорание новый подход к избавлению от стресса ее написала эмили на госке и я узнала про эту книжку от от саши митрошиной вау слушайте тоже только что вспомнила неожиданно от блогера саши митрошиной она у нее где-то в сторис мелькнула и я подумала о как раз у меня жуткий стресс на работе надо понять что с этим дел а вот и в книжке книжки написаны женщины для женщин и она там рассказывает не о том как справиться со стрессом один из способов это спорт который использует всю жизнь я но я дошла до этой этого понимания не столько через какую-то литературу а просто я выросла на спорте я занималась детстве карате и ну как бы я умею это делать меня научили этому с детства и я именно таким образом снимаю стресс когда я находилась в состоянии развода это был тоже очень такой сложный стрессовый период жизни я тоже ездила каждый день на велосипеде потом километров по двадцать по тридцать в день вечером после работы таким образом снимала свой стресс так вот помимо этого способа который автор называют самым простым самым эффективным и действенным есть еще множество способов которым которыми можно снять стресс на завершить скажем так цикл стресс-реакции и не дать себе сойти с ума плюс в этой книжке я сейчас добралась до раздела где автор рассказывает о нынешнем отношении общества к женщинам о том патриархальном обществе об каких-то теориях феминизма и о том что у них теория такая что женщины изначально растят донорами а мужчины индивидуумы индивидуумами и вот с этой точки зрения она описывает современное общество и как женщине приходится сложно пока в процессе чтения книги поэтому своего мнения не сформировала но в любом случае очень интересно и никогда не сталкивалась с какой-то литературой по феминизму поэтому вот мне интересно почитать как женщины смотрят на эту историю но в целом если как мне кажется на текущий момент времени очень даже похоже на правду вот я живу в москве и то что говорят авторы очень похоже на правду поэтому читать дальше прям захватывает книжку я читаю бумажном виде вот так она выглядит досталась мне от коллеги она ее получила на новый год и я попросила ее со мной поделиться этой книжкой когда она ее прочитает и коллега там делала пометочки я делаю закладочки в общем какие-то лучшие практики для себя черпаю из этой книжки чтобы потом как-то проще и быстрее справляться со своим стрессом а лучше предвосхищать все эти стрессовые события и не дать им случиться следующая книжка которая также у меня в аудио формате как и обычно я слушаю и она в процессе тоже я слушаю с прошлого года никак не дослушаю называется главное внимание главным вещам жить любить учиться и оставить наследие книга стивена кови автора который написал как как же называется семь навыков высоко эффективных людей ну что могу сказать книга рассказывает о том как сосредоточиться на главных вещах а сначала эти главные вещи в своей жизни определить ну как по мне написано очень сложно можно сокращать раза в три очень много повествования и воды налита можно было бы сделать гораздо быстрее может быть это потому что я уже тучу книг на тему успешного успеха прочитала проштудировала поэтому для меня это все очевидно и известно и уже используется в моей жизни может быть это действительно так поэтому ну если мечтали 7 навыков если хотите как-то немножко структурировать свою жизнь как то направить ее в в более понятное более целевое русло то рекомендую книжку к прочтению вот но я пока не никак ее не закончу и не буду дольше продолжать свое повествование потому что видео уже на 18 с лишним почти 20 минут вот заканчиваю на этом надеюсь видео вам понравилось надеюсь оно будет вам полезно понятно и вы какие-то книжки для себя возьмете к прочтению но с вами была анна кафырина если у вас есть комментарии мнение по поводу книжек которые я озвучила в этом видео буду рада услышать в комментариях а ссылки на все книжки которые я упомянула ссылка на мой аккаунт в литрессе на где вы можете тоже себе приобрести эти книжки или на видео в которых я рассказываю более подробно о каждой вы найдете в описании ну всем хорошего дня пока пока